Всем привет! Мы на острове Самуи. Правильно произносить Самуи, остров в Сиамском заливе Тихого океана, является частью таиландской провинции Сурратани, второй по размеру остров Таиланда после Пукета. Его площадь 228 квадратных километров, максимальная высота над уровнем моря 635 метров. Популярный курорт расположен примерно в 700 километрах от Бангкока. Самуи – это белоснежные пляжи, кокосовые пальмы, удивительные скалы, острова и островки, безумные вечеринки, водопады и, конечно же, вечное лето. Ну что, господа, свершилось, мы полетели. А вот такая. Чтобы вы не задавали вопросов, как Наташа, сразу покажу вам, на что снималась. Каждое наше путешествие за границу начинается с Казариной Наталии. Именно она находит нам самые дешевые перелеты и покупает их, используя все мили, бонусы и иные плюшки. Она же всегда занимается поиском и бронированием гостиниц, отелей на протяжении всего путешествия. Бронирует, договаривается, а через неделю находит лучшие предложения и передоговаривается на него. И все это в условиях, что для граждан Российской Федерации не работают все сайты по бронированию типа Looking.com, Airbnb и так далее. Это наши апарты. Мои белые забилисты на стене. И вот такой вот из окна гостиничного номера своего телевизор выкинул на авто. В этой поездке с нами отдыхали наши друзья Наташа и Миша, наши любимые стоматологи, владельцы стоматологической клиники Улыбка и Марченко Евгения, которая решила отметить свой день рождения на острове Самуи. Смотрите видео до конца и я постараюсь все рассказать об этом острове вам в этом выпуске. Только что обменяли валюту, стали на 200 бат, богаче на 200 тысяч бат. Сейчас с Александром едем забирать байки. Александр нас привез, сейчас будем брать байки. Хочу даже ничего. Ну все, мы стали всадниками апокалипсиса. Теперь мы байкеры приехали купить новенькие шлемы для девчонок. Сразу после того, как мы взяли байки и обменяли доллары на ваты, мы поехали оплатить те отели, которые были забронированы без предоплаты из дома. Так как booking сейчас нормально не работает, нам пришлось доехать до нашего следующего отеля и оплатить нашу бронь наличными. В общем, наличными были, как всегда, все рады. Итак, мне сейчас тут режут рульку свиную с рисом. Сказали, траву можно вообще в любом количестве абсолютно бесплатно набрать в столе напротив. Это дикий ночной китайский рынок, он только начал работать. Спасибо. Смотрите, это офигенная вкусная рулька. Набрал зелени, пророщенные зерна, рис, трава какая-то. Сменинка очень даже хороша. В лесах, как обычно, есть какой-то фаст-курс. А еще начнут еще? Тебе только понравилось? Да, вкусненько захочет. Как говорит Сергей Геннадьевич, какой стол? Такой стол. Ха-ха-ха-ха. Было настолько вкусно, я решил повторить. А-а-а, вкусная ночища! Мы, конечно же, не можем без приключений. Лев вчера накупался в бассейне. Накупался так, что теперь у него сегодня начался отит. Его рвет весь день, он вообще ничего не может поесть. И в итоге мы вначале пытались лечиться, заниматься самолечением. Ну вот, в итоге Самуи Интернашнл Хоспитал. Че? Вот наш герой-страдалец с капельницами. И так, все хорошо, что хорошо заканчивается. Нас наконец-то выпустили из больницы. Ко льву отнеслись с полным пониманием. Не знаю, только что задницу не целовали. Всю ночь ставили капельницы. Выписали нам в дорогу кучу-кучу антибиотиков. Провели анализы, сделали. В общем, у него все хорошо. Выявили какую-то бактерию. Мы ее сейчас убили. И, надеюсь, больше таких проблем у нас не будет. И после всего этого мы поехали прокатиться по острову на байках. Местные жители, честно говоря, бьются на байках очень часто. За день можно увидеть 2-3 ДТП и нередко с летальным исходом. Первое – это полное отсутствие правил дорожного движения. Двигаются все в основном на инстинктах. Кто кого уступил, тот и молодец. Отсутствие шлемов на головах у драйверов. И, конечно же, сказывается религия. Здесь процветает во всю буддизм. И у них там еще по 9 жизней. Которыми они, в общем-то, не очень-то и дорожат. Субтитры делал DimaTorzok 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 Мы сейчас на байках двигаемся по острову. Ломай это. Вот где-то в этом месте мы живем. Мы сейчас проехали вот этот путь вдоль острова. есть основная трасса федералка но мы проехали вот так и сейчас где-то примерно вверх наверное в этом районе нам нужно будет за это время обкатить все побывать на биг будди встретить здесь закат или проводить закат и вернуться домой ну наверное уже не сегодня начался дождь и мы прекратили остановили маленько свой трип решили попить пиво в этом баре чувствуете буст иностранцам хорошо же да серегин геннадий а зайца сладкого я ушел с того заведения вы знаете когда-то мы ругались когда у нас кукин сказал все курить в общественных местах строго-настрого запрещено сейчас я понимаю насколько правильно было принято это решение потому что у нас в отеле здесь баре я смотрю европейцы всех курят абсолютно все и постоянно и ты не можешь ему сделать замечание потому что говорит а что такого нормально дымите в лицо и абсолютно никак не на тебя не реагирует а у нас уже все привыкли что курить где-то в общественных местах это неправильно вы знаете я считаю это все таки это хорошо потому что у нас такого нету не знаю как Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вечером за круглым столом с нашими друзьями и семейными стоматологами Михаилом и Натальей мы обсудили завтрашний день. И на завтра мы запланировали проехать вокруг всего острова, заезжая на все достопримечательности водопады, зоопарки и так далее. Продолжение следует... Я побежал за дроном, короче, я хочу пролететь из-за воды. Водопад Намуанг – это самый популярный водопад на Самуине. Слова Намуанг переводятся с тайского как «пурпурный водопад». Имеет высоту 18 метров, вода скатывается по почти отвесной скале, внизу образует небольшой бассейн и многие там купаются. Хорошо полетали, а теперь картинка вам снизу. Короче, нельзя было не соблазниться, искупаться в таком, не знаю, теплом водопаде. Для нас, сибиряков, теплые водопады – это просто нереально. О, Сережа! Опять пьем! На рыбалку приехал. Наталья Евгеньевна – большая мастерица селфи. Смотри, какая бабочка, 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 бабочка. Ох, две, 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 две. Вон, 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 размером свистучую мышь, реально. Вон, 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 вон. Вон, 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 вон. Вон, 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 вон А позы менять будете? Фотографирование это вообще сложно. Надо большой навык. Смотрите, как ребята работают. Давайте, давайте, давайте. Покажи братья. Сейчас поедем кататься, за нами пришла лодочка. Сейчас меня покормят, сейчас мы будем кушать. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Едем провожать солнце за море. Мы приехали. Моя жопа умерла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, мы живем где-то вот здесь. Сегодня мы сделали вот такой круг. Доехали вот сюда. Здесь покупались. Потом мотнули вот таким образом сюда. Здесь тоже остановились. Потом ушли по кольцу. И сейчас, и сейчас, и сейчас мы должны быть вот здесь. Нормальный такой кружок. Никогда не думал, что буду отовариваться в магазине, не снимая каски. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И пришла обезьяна к Будде просить у него ума. Но не дал бог ума обезьяне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тапочки себе присмотрели вроде не сердечно? Конечно. Да-да. Но у меня, на самом деле, как бы квиксильвер. Я думаю, что еще куда лучше? Все считают, что его тапочки... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, что у нас тут на закате? Барри Эстейт. Красное, сухое. Отлично. Да? Цейт? Карл Цейт. Карл Цейт, да? Ты чего бы тебя напянил? Молодец. Чтоб не урали. Миша, поясни, кто это? Что за Карл? Карл Цейт, это швейцарские. Оптика, они всякую разную производительность. Самая крутая оптика, линзы. Линзы. Я? Я просто не в теме. Девчонки, надо повернись. Это все селфицы. О, самолет. Самолет. Ура. У меня хватило заряда батарейки, и мне удалось снять самолет. Всё. Жаль не приблизить Это Глупро Она не приближает Вот и подошел к концу этот замечательный день Назад возвращаюсь в темноте Закрывая наше кольцо по-устрому Парняги будут делать им первый раз массаж Ой, массаж Ты готов? Через 5 минут Лев вырубился И оставшийся час Его мелью во сне На вопрос Лева, как тебе массаж ответят Ну, нормально, так много помелью Практически каждое мое утром Начинается с небольшой тренировки Независимо от того, как закончился вчера вечер Решил сегодня покайтить Заглянул в Лавингуру Вроде небольшой прогноз стоит Доехал до ближайшей школы Ребят сказали, что сегодня ветра нет Приходите в среду или в четверг Ну, пока не знаю Пришел сейчас в другую Тайскую школу Может быть взять какой-нибудь большой размер Может быть у меня что-нибудь получится Посмотрим Ну, ветер должен начаться через час по прогнозу Это вот, смотрите, такие домики Бунгало И выполнены как раз в стиле Барнхаусов Вот заходишь за калиточкой Там буквально небольшой бассейн И целиком стеклянная Целиком стеклянная стена Но посмотрите, как плотно Плотно-плотно густо насажены Хотя земли, в принципе, много предостаточно Ну, в счет Насчет заселения, не знаю По-моему, тут не так густо людей Все, что я говорю вам в этом фильме Это мое субъективное мнение И далеко не истинно в последней инстанции Всем привет Ну, вот пришло время поговорить Оо всем, о каких-то своих впечатлениях О острове Самуи Ну, конечно же Я не был в Таиланде уже лет 10 И сами знаете, как обычно Все первые путешествия в Таиланд Начинаются с Паттайи А потом уже все остальное И сейчас есть какое-то ощущение После того, как ты Несколько раз побывал во Вьетнаме Прокатил практически весь После того, как ты побывал на Яве На Бали В других каких-то азиатских странах Ты возвращаешься в Таиланд И ждешь от него Немного что-то другого Есть вот это вот ощущение И вы знаете, на самом деле Все пхают Паттайю Или Паттаю, правильно, наверное Но именно там Есть какая-то концентрация всего Таиланда Туда собрались все ремесленники Собрались все художники Там продаются Различные интересные изделия Там большое количество рынков Там различное количество Большое количество достопримечательностей Там все сконцентрировано В одном небольшом городке В одной небольшой локации Это в принципе интересно Там эти переделанные люди Там ночные клубы Там жизнь кипит и бурлит На острове все происходит гораздо более стабильно Все более ровно Как и во всей другой, более спокойной Азии В данный момент В Паттайе находится парень Мой коллега из города Шелихов Мурат И мы с ним в переписке Просто попытались сравнить цены на услуги И цены на товары и на алкоголь Так вот на материке цены Наверное процентов на 20 дешевле Ну хотя это стоило ожидать На островах всегда дороже Просто еще раз убеждать Что да, это действительно так Но здесь наверное зато гораздо Здесь зато гораздо лучше водичка Ну и по сравнению со всей Азией Питайцы все-таки более приветливые Более улыбчивые Очень хорошо относятся к детям И видно, что это искренне Что не может не радовать, конечно Встретился с тренером с кайт-школы Выяснил, что покататься мне сегодня не удастся Он сказал, что ветер очень слабый Сегодня кайтинга не будет Вчера с друзьями прокатили Круг по острову Доехали по рекомендации Никиты До Большого Будды Встретили там закат Посидели в кафешке у какого-то пожилого француза С незабываемым видом на море Все так сделано очень стильно В кафе я имею ввиду Все такое в бело-голубых Серых стальных цветах Очень даже было здорово Ну и естественно полное положительных впечатлений Вернулись домой Мелкому и всем сделали массаж И вырубились Такой был вчера Замечательный день Я вчера договорился с хозяйкой отеля И она привезла мне свою личную гитару Сегодня вечером хотим попеть на море Русских песен Сейчас хочу найти ремень Ремень для гитары И естественно Не еще я ни в каких специальных магазинах музыкальных Потому что все что-то далеко Сейчас на рынке найду какой-нибудь пояс Это подходящий О, I would like to buy this belt Покажи какая помылочка Салон красоты В такой красоте Поехали! Вот эти ворота слона И там въезд на отличный пляж Супер голубая лагуна Классный песок Что, заблудились? Здесь Где-то здесь Пытаемся доехать вообще до дикого пляжа До закрытого места Сейчас будет резкий подъем в гору А потом серпантинный спуск И дорога вдоль отеля Видимо, дорога идет конкретно к отелю Который на горе А потом спуск вниз Я это место нашел с воды Когда заплыл далеко в море И увидел серпантин Вниз спускающийся к дикому пляжу А потом мы посмотрели на гугл-картах И да, действительно Нашли эту тропиночку Там абсолютно закрытый дикий пляж Вода чистая Ну что, Сергей Гренадевич? Ну а что поделаешь? Ну а что поделаешь? Нет, так я не готов Смотрите, какое отличное Потаенное место Вы Secret Spot Что-то решил почилить Тут фотосессия полным ходом Нашли место, где нет абсолютно никого Можно спокойно, классно позагорать В чистой воде Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А на утро мы переехали в новый отель Обзор нового номерочка Все запотело от ледяного кондиционера Потому что было холодно В номере прям дубак Кровать С подсветочкой И свой выход на бассейн Да, Жанатуля, спасибо! Да Сместись вниз Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я использую то, что я встал время, когда я смотрю для них. Которые совсем не тихие, здесь есть всё, и тайский бокс, и куча переделанных людей, и кого тут только нет. У тебя нормально сегодня, Таня? Не как в прошлый раз. Урочка, всё за 50 бат. Меня Никита пригласил заниматься с ней в спортзале, на тренировке, я вот прибежал, как всегда опаздываю. Всё примитивненько подписано маркером, но тем не менее, всё разложено по местам, всё аккуратно, всё подписано, а порядок это важен. Здесь есть гостиница вон там, куда приезжают люди на неделю, на две, на сборы и тренируются здесь. Муай-тай, бокс, кроссфит, там ещё есть спортивный зал, тренажёрный, у них две тренировки в день, с утра, где тут шесть начинают, живут прямо в этих гостишках. Вот, и тренируются здесь, наверное, с утра, в шесть утра где-то тренировка первая, и вечером. Ну, то есть можно приехать на месяц, на полгода, да, просто выбрасываешь живот, здесь очень хорошо терять калории. Здесь и отпуск взять, ни о чём не думаешь, просто тренируешься, следишь за здоровьем, за питанием, для тебя нет соблазна даже никуда сходить. Живёшь просто в... и занимаешься. Здесь с утра, каждое утро, в шесть утра, народу против тьма, все тренируются, тирачат, тирачат. Утро сегодня началось не как будто в Тайване, тяжеловато. Я такой мокрый никогда не был. Итак, я с утра отпахал в спортзале, зарядился на весь день энергией, а сейчас мы пришли к Никите в гости, который помогает мне вести мой YouTube-канал. И Никита немножко расскажет о себе и как он вообще здесь очутился. Итак, я сегодня в гостях у Никиты и хотелось бы спросить, Никита, как ты здесь оказался, почему именно Таиланд, ведь у нас такая большая планета. И почему ты выбрал для работы именно это место? Да, не для работы, выбрал просто потому, что здесь была жена и она знала это место и знала, насколько оно прекрасное и меня сюда, собственно говоря, и затащило. Место на самом деле отличное, поэтому пока что здесь, а дальше посмотрим, как жизнь сложится. Ну и насколько я знаю, до этого ты жил и работал в Турции? Да, мы жили в Турции, жили мы в Турции полгода, мы попали прям в самый ковид, мы приехали там в 2020 году под жесткие ограничения. Мы сначала пожили в Стамбуле три месяца, потом мы были на три месяца в Анталии. Стамбул прекрасный город, очень печальное событие сейчас там, конечно, в Турции, в принципе. Стамбул прекрасный город, но мы попали в жесткие ковидные ограничения, когда нельзя было никуда выходить. В воскресенье нельзя было, выходные дни, воскресенье, новогодние праздники, в принципе, нельзя было появляться на улице. Если тебя ловят штраф, не то чтобы маски, в принципе, уходить нельзя было. Поэтому мы особо ничего не посмотрели, но все равно Стамбул произвел очень положительное впечатление. Потом мы отправились в Анталию, там тоже три месяца пожили, ну и потом приняли решение вернуться обратно в Россию. Пожили немножко в России и вот в том году в апреле, моя супруга в марте, а я в апреле сюда. Ну а как в целом живется и работается в Таиланде русским специалистом? Отлично, отлично. Таиланд прекрасное место с крутой погодой. Здесь всегда в 6 утра расцветают и в 6.30 закат, уже темно, поэтому можно выставить хорошо график. Особо никуда все равно не выходишь, потому что рабочий день, он и есть рабочий день. Тем более, что плюс 4 к московскому времени зачастую заставляет тебя работать и вечером. Вот, а так прекрасно, здесь хорошая погода, хорошие условия, море, хотя ты его особо не видишь. Есть рабочее место, кондиционер, всегда тепло, овощи, фрукты. Ну да, и свежий морской воздух. И свежий морской воздух, да. Да, поэтому я бы не сказал, что есть сильные какие-то различия. У Таиланда есть также свои недостатки, как и положительные моменты, недостатки в отсутствии какого-то комьюнити, движухи городской, не знаю, инфраструктуры той, которой нету, сервиса, который тоже, ну, конечно, есть, но не такой, как, допустим, мы привыкли. Вот, но, с другой стороны, преимущества огромное количество, прекрасное место для жизни и для работы. Да, да, пока что не нашли идеальное место для жизни, надеюсь, когда-нибудь его найдем. Хотелось бы, конечно, и в Россию вернуться, и там какое-то время побыть, пожить. Санкт-Петербург, Москва и мой родной город. Вот, но все равно ты здесь не живешь спокойно, все равно такие же есть нервики, какие-то переживания, работаешь. Ты же ешь с клиентами постоянно, 24 на 7, созвоны, продажи, маркетинг, все то же самое, как у тебя. Сколько здесь можно купить машины? Ну, мы взяли почти новую, честно скажу, ну, где-то в районе, наверное, до миллиона рублей российских можно взять обычную хорошую машину типа Volkswagen Polo. Конечно, здесь таких марок нет, здесь в основном что здесь? Есть Toyota, Suzuki, Honda. Toyota, Honda, наверное, в приоритете они больше всего. Здесь дешевле, чем в России машины. Дешевле? Дешевле. Сто процентов. Тогда чуть-чуть подоткроем. Мой родной город, ты откуда сам? Из Пензы. Из Пензы. Ясно? Ладно. Ребят, я побежал, меня еще ждет семья, поэтому будем прощаться. Да, если нужен ютуб-канал, обязательно ссылка в описании. Да, вот этот парень, да. Он вам сделает все, что нужно. Каждый день рождения отмечать где-то в путешествии. Прекрасная привычка. А потом вошли в пабу. Я не большой фанат такой музыки, но ребята раздавали от души, и мы зажгли на все деньги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok Все конечно ничего, но с погодой капец как мне повезло Да это не фотка? В общем голосование решили, что дальше нет смысла издеваться над туристами И ехать на какие-то еще там смотровые площадки, с которых сказали все равно ничего видно не будет Решили двигать домой Это было правильное решение Субтитры сделал DimaTorzok Очень жаль, честно говоря, нам очень не повезло с погодой Потому что отплывая я посмотрел, что места действительно очень красивые Если бы это можно было все заснять с дрона, эти голубые лагуны, эти горы, эти красные скалы То была бы очень хорошая и классная картинка Ну а помимо картинки мы бы еще бы нормально вас подаряли, посмотрели бы рыбу, покупались, позагорали бы на пляже Ооо, назад вы видели, пришлось вплоть в шторм, девчонки все напугались, многим стало плохо Ну, как говорится, зато запомнится надолго Впечатлений получили массу, но ждали на самом деле не таких впечатлений и не таких эмоций Ну бывает, бывает, бывает не повезло Ну и конечно же, к нашему сожалению, дни на острове, время на острове заканчивается Нужно возвращаться в Россию, провожать свою основную жизнь, работа, работа, работа Завтра мы запланировали ночевать в горах, в палатках Несмотря на то, что у нас уже заказаны проплаченные номера с выходом в свой бассейн и все остальное Но захотели еще экстрима, сегодня нам не хватило Завтра будет И ноги, дара, красивый вид, море на самолеты сверху Жду свою очередь на массаж Еще подскажите по облеге, собираем пакет документов, выделяем доли из квартиры в дом И нам по документам техническим Работа от нее никуда не убежишь Да, вас тут критичны И Plebuя а у нас сегодня будет вот такая вот готовка ночую в палатках да 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 то есть у нас значит есть нормальный отель с выходом из номера в бассейн но мы почему-то решили жить в палатках повара сумасшедшего разряда чего у вас получается еще сами не пробовали не 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 на сразу же погасить все фу хочу от вас услышать маленькое какое-то заключение как вам вообще поездка вся целом резюме от миши это увлекательный акцион так еще никто не крутил в целом тайланд как тайланд стандарт для меня не стандартным тем что я уселся на мотобайк благодаря вам и повидал новые возможности новые места но в аптеке было каждый день от безудержного счастья до полного отчаяния правда у нас лучше было все от больнички до шторма до всяких укусов до сбивания ног от номер байка вот это вот гуд морнинг да не каждый день удается вот так вот просыпаться шикарных местах время 7 утра проснулись в 6 он самолетик полетел он летит или я конечно не очень люблю нес кафе но когда такой вид каша рисовая думал сладенькая она вон с мясом серёга прав непонятно это мясо кукурекала и мюкула и лаяла что она делала в предыдущей жизни последний день нашего пребывания на острове мы решили посетить красный храм в хуатанон хуатанон это следующее после ломая деревня если ехать от челенга на юг острова у красного храма есть конечно же оригинальное тайское название сейчас я попробую выговорить ват радха тхамарам вау а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Мы в буддистском храме, судя по всему идет служба Или я не знаю, как это у них называется Дальше проходить не буду Мешать, смущать Ну все, наш отпуск подошел к концу Пакуем чемоданы Вот так вот выглядит аэропорт на острове Самуи Больше похоже на большую автобусную остановку Возможно, вы не поверите, но это зона ожидания Выходы с 1 по 7 туалеты, рестораны, спа-массаж Ну вот, наше путешествие подошло к концу Путешествуйте как можно дольше Путешествуйте как можно дальше И помните, путешествие продляет жизнь А пока вы читаете титры, я исполню вам песню «Морячок» на стихе Арбениной Исполняется впервые Пап, я исполняю, это же 16 лет Мною впервые Пап, я попал в лунбе морей Пап, я попал в лунбе морей За тобой пошел, лови на блесну Научи, как ухожился рядом И шептал тебе, девчонка, не дотроган Как любил тебя и твой дурной характер За рубку водил тебя через дорогу Ты ждала его сначала, как волчинцы Трогала себя, шептала, мой бомбин Плакала под утро, нервно, угасая А потом стала себе просто разлюбила Звезды тают на груди Поцелуя в шоу Я попал в лунбе морей За тобой пошел, лови на блесну Сакура цвела, как ты в руках другого И следы от сока, как и прежде, на татаны Те же вздохи, те же ласково бомбина Тушью на спине якунцы расцветали И перо в него вошло, как в нежный тофу Где-то под яркой и львы на весахе А нежный парень и морячок он шахен, дига По случайности под беспортовой драке Звезды тают на груди Поцелуя в шоу Я попал в лунбе морей За тобой пошел, лови на блесну Субтитры сделал DimaTorzok